Десятый юбилейный агитпоход «Звездный» совсем недавно подошел к концу. Его участники вернулись в родной город с победой. С победой над крещенскими морозами, усталостью, рядом проблем, без которых не обходится ни одно доброе дело. Они стали чуть старше, ответственнее и мудрее всего за несколько недель. Самое время подвести итоги и поблагодарить всех тех, кто помогал, поддерживал, просто верил в силы этих юношей и девушек. Молодых людей, которых прежде всего отличает от многих тысяч сверстников их активная жизненная позиция. На протяжении 10 лет у нас проходит это движение. Это движение пришло к нам в Срязани, для тех, кто не знает. Но в городе Мурме оно продолжает развиваться уже 10 лет, как я сказала. И каждый раз оно с новыми какими-то веяниями, с новыми течениями. И всегда приятно смотреть потом на вас, живых и здоровых, вернувшихся назад в полном составе. На протяжении последних 5 лет агитпоход «Звездный» проходит и при поддержке Комитета по молодежной политике администрации Владимирской области. И на вас лежит огромное ответственность. Ведь именно вы будете продолжать писать историю нашей земли, нашего края, нашей области. Знаете, вы, наверное, соприкоснулись с уникальным делом, с уникальным агитпроходом «Звездный». Я уверена, что даже самое маленькое дело из тех, которые вы совершили, останется большим и ярким воспоминанием для каждого из вас. Ведь общение со старшим поколением, знакомиться с их опытом, с историей нашей страны. Всегда есть активная молодежь, которой жаль тратить время бесцельно. В коллективе, увлеченном одной общей идеей, она представляет собой реальную силу, способную дать людям немало позитива. Тем более, если речь идет о помощи ветеранам войны. Всегда есть активная молодежь. И это показывает ваше движение, ваша работа. Это показывает, вы не спите дома. Можно сидеться в такой мороз, спокойно, сходить на дискотеку, покататься на машинах, где у нас молодежь пусуется. А мы взяли лыжи, взяли металла, топоры и пошли в сельские населенные пункты, чтобы помочь людям. Огромное вам за это спасибо. Виктор Воронцов от лица Совета ветеранов Великой Отечественной войны выразил участникам агитпохода слова искренней признательности. За то, что не забыли бывших фронтовиков, нашли силы и время, и участие. А еще перед бойцами отряда со всей офицерской прямотой Виктор Викторович поставил новые цели и задачи. Еще раз от Совета ветеранов вам большое спасибо за вашу помощь нашим ветеранам, не только нашего города и нашего района. Но вы уже вышли за пределы, скажем, нашей, во Владимирской поправообласти. Надо расширяться, идти на Рязань. Идти уже, что у нас здесь ближе. Ближе к Москве. Ближе к Москве. И брать уже там с боем все эти места. Этим ребятам писать летопись агитпохода «Звездный» им еще не один год по крупицам собирать историю победы нашего народа в страшные годы Великой Отечественной. Им получать заслуженные почетные грамоты и благодарственные письма за добросовестное и искреннее участие в эстафете заботы. Вся эта встреча для них и в их честь. Пришло время для ответного слова. В этот агитпоход я иду второй раз. Вот пошел в роли командира. Было так же страшно идти, как и в первый раз. Первый раз я шел, боялся, просто страх перед неизведанным. Я не знал, что там будет. А второй раз то, что на мне лежит ответственность за 14 человек. При том, что после первого дня в «Звездном» это были не просто 14 человек, а 14 родных тебе человек, за которых действительно волнуешься. Участники агитпохода в прошлых лет, в прошедшем времени, себя не называют. Говорят, что звездников бывших не бывает. Десятый юбилейный помог влиться в дружную семью волонтеров и еще 15 студентам. Теперь и всех не бывших, а настоящих намного больше сотен. Елена Петрова, Александр Ерофеев, Муромский Меридиан.